здравствуйте с вами вероника поливкина весной мы говорили о том что метельчатую гортензию нужно обязательно формировать то есть делает специальную обрезку но многим же жалко бывает резать вот давайте посмотрим на результат знаменитая ванилла фрайс после дождя и и я наблюдаю в саду у светланы бессоновой шапки тяжеленные и ветки их просто не выдерживает он сколько воды набрала где уж удержать такую махину да сорт этот сам по себе полегающий но можно добиться того чтобы все же не так ложился именно это ванилла фрайс так и задумано так как растет она на подпорной стенке и такое свисание придает некий шарм а вот моя ванила никакой подпорной стенки здесь нет и если оставить длинные ветки то они просто будут валяться на земле такой красавицы это ни к чему вот видите куст практически стоит то есть обрезкой мы достигаем нужного нам результата у каждого сорта конечно свои особенности вот что нам рассказывает светлана об этом вот этой гортензии пятый сезон она выращена мной из черенка то есть я четко понимаю сколько ей лет это ванилла фрайс то есть но не нужно от нее ждать высокого куста который держит огромные соцветия нужно помнить о том что да они заваливаются и вот сейчас говорят ставьте в от нее сразу же три между узле или четыре между узле и вам будет держать она да не будет она держать и вы изуродуйте костяк весь потому что гортензию нужно сначала укрепить чтобы она была вначале крепко здесь должно быть 12 между узле вот пять шесть лет вы и так стрижете и потом потихонечку начинаете отпускать уже на 34 и выше да она заваливается но так нужно придумать место куда мы ее расположим конечно же это не край дорожки вот пять лет да и вот это вот на край дорожки упадет это подпорная стенка это где-то в середине миксбордера и внизу какие-то короткие пусть там какой-то холм с которого будет она красиво смотрится она прекрасно смотрится издалека для переднего плана для дорожки края дорожки есть замечательные сорта миниатюрные то есть у каждого сорта гортензия нужно все-таки смотреть их характеристики это раскидистый шикарный альтернативный вариант это лита ламлайт до 60 сантиметров здесь уже отпущен на 3 между узле вот видите здесь правильно подстрижена и ламлайт выдерживают и этому тоже около четырех пяти лет сам орлов это гортензия уже нового поколения уже улучшенного да и получается мы ее стригли оставляя три междоузлия и вот она держит соцветия то есть соцветия плотная но она все-таки облегченная немножечко тем что она короткая растению четыре года всего-навсего даже до четырех я бы сказала четырехлетка но опять же держит что не свойственно ванили фрайс и опять же нужно разбираться в сортах нужно читать про сорта чтобы правильно их посадить то есть каждый сорт гортензии имеет свой характер и если мы вот в таком состоянии бы подстригли четырехлетнюю ванили фрайс у нас пятилетняя завалилась молодой куст гортензии до шести лет нужно все-таки оставлять приросты на одну три почки после шести лет уже можно пускать на 3 и 4 почки уже формировать сам каскад гортензии но пока они молодые вот сад молодой то есть мы формируем до трех почек оставляем другое дело когда мы формируем штамп сорт лайм лайт это крупный не путайте слить луан лайт ему три года этому кусту вот посмотрите какие ветки еще тонкие на это вот он был куплен приобретенный вот они третий год я убрала эти все ветки и он не выпустит вот такого толстую ветку в принципе характерную для этого сорта сезона на нарастает и потом мы будем убирать низ и отпускать наверху несколько веточек я в своем саду уже это сделала раньше и получила гортензию на штампе ее мы также формируем стрижем весной оставляя всего две-три почки иначе ее просто разорвет по тяжестью шапок как заложим скелет в начале так и будет она себя вести в будущем если хотите получить каскад потерпите дайте ей создать жесткий скелет в первые пять лет а потом у вас получится то что вы хотите вот пожалуйста кустик молодой отлично стоит никаких изгибов стеблей так как два года делаю низкую обрезку и вырезают тонкие ветки мы не говорим сегодня о сортах мы говорим о влиянии обрезки на качество цветения напоминаю что обрезку мы делаем весной осенью лишь удалим от светшей кисти чтобы по тяжестью снега не поломали ветки но несколько веток я все же срезаю для букетов вот именно такие красивые пока они не поменяли цвет окончательно берем в той стадии когда изменение цвета на осенний только начинается как сушить и сохранять в букетах я уже рассказывал давным-давно но оговорюсь что лучше всего сохраняется метельчатый гортензия ну и крупнолесная неплохо а вот древовидная такой красотой зимой не обладает так что пробуйте срезайте нужной длины обязательно в сухую погоду и сушите